Этот памятник в селе Ляличи сегодня в центре внимания местных жителей. Созданный в память тем, кто ушел на Великую Отечественную войну, монумент оказался на пути строителей федеральной трассы. Узнав об этом, в селе забили тревогу, провели народный сход, написали обращение к губернатору и президенту. Я считаю своим долгом, чтобы мы его сохранили и передали своим потомкам, чтобы память осталась какая-то человеческая, людская. И не просто сохранить. К 9 мая памятник задумали отреставрировать. Деньги на ремонт собирали всем селом, предприниматели помогли техникой. А в преддверии Дня Победы здесь провели субботник. Благоустроили территорию, покрасили монумент, отсыпали грунт. Этот оказался не нужен никому. И вот мы решили сохранить память наших отцов, дедов, жителей, кто жил, кто умер. Это на народные средства построено, на народные средства мы его и реставрируем. Ну, глава нам администрации выделил, выделил 3 тысячи и все. Два года назад Владимир Миклушевский инициировал создание проекта «Историческая память». Все бесхозные памятники должны быть оформлены и поставлены на баланс местных администраций. Но монумент в Ляличах местные власти брать на баланс не спешат. Глава кремовского поселения Сергой Сергаян объяснил свое бездействие отсутствием денег в бюджете. Я хочу сказать, это отмазка. Изначально была поставлена два года назад создать общественно-государственное партнерство, привлечь спонсоров, привлечь население. Для того, чтобы мы вместе отстояли память. Здесь имена односельчан, которые ушли на фронт и не вернулись. Сейчас зарегистрировать памятник и участок земли обязали администрацию Михайловского района. Для постановки монумента на учет сроки дали кратчайшие. Мы планируем, что за течение двух месяцев мы документы оформим и перед жителями, неравнодушными жителями поселка Лялича отчитаемся за эту работу. Это я беру под личную свою ответственность. И власти, и кураторы проекта исторической памяти уверяют, о сносе памятника сегодня нет и речи. В День Победы здесь пройдет митинг, будет и полевая кухня, и возложение цветов. Правда, организацию взяли на себя местные жители. Евгений Бербенцев, Александр Малыгин, Панорама.